Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Пик сезона – экзамен для всех городских служб. Полёт под контролем. Анапа в разгар сезона – праздник для наших гостей и ежедневная кропотливая работа для городских служб. На сегодняшний день результаты этой работы главу курорта не устраивает. Свои требования Сергей Сергеев предъявил во время очередного вечернего обхода города. Чтобы вскрыть типичные для каждого сезона проблемы, далеко ходить не надо, они как на ладони. Вечером по пути на набережную. Что за блатон? Для них ничего не существует. Ещё по людям, по головам проехали. Когда на Горьково устанавливали дорожные знаки, поправку на больших начальников не делали. Работы ГИБДД не видно. Глава поручает составить протоколы на каждого водителя припаркованного здесь автомобиля. И усилить патрульную службу. На театральной площади вопиющая антисанитария. Заплёванные урны, грязная плитка. Службы сидят по кабинетам. Делает вывод глава города. Иначе как объяснить такой позор? На набережной незаконные торговые точки. На каждом шагу. Этого тоже не видно. В том числе и правоохранительным органам. Вы сегодня уйдёте. Я вам серьёзно говорю. Если я дальше буду видеть вот это всё, значит я сделаю повторный обход сегодня, через два часа. В чём дело? Расскажите. Почему вы не убираете это всё? Он что, не нарушает общественный порядок? Алчность предпринимателей поражает. Метра за метром занимают прогулочную зону, навязывая свои услуги отдыхающим. Глава города требует освободить набережную. Документов почти ни у кого нет. Закрываются тут же. Брошенные ларьки на вынос. Я ещё раз говорю, убирай. Иначе я вас уберу. Центральный рынок даже вечером гудит как улей. Торговыми прилавками заняты все проходы. Сообразили ограничители на проезжей части. В общем, ни в чём себе не отказывают. Вот это всё срезать, открыть проезжую часть. Завтра, чтобы этих столбов здесь не было, всё срезать. Они скоро вообще дорогу перекроют. Они вообще торговать будут. Они у них, которые живут, им нормально, вот это всю ночь слушают этот балаган. Про документы не слышали. Говорят, заключили договоры с рынком и платим. Пожалуйста, сколько составляет арендная плата рынку? Сколько вы платите за лето? За то, что вы здесь торгуете? Ну, я каждый месяц плачу. Сколько платите? Десять тысяч. Десять тысяч в месяц? Спасибо. Эта информация должна заинтересовать компетентные органы. Частное предприятие собирает дань за муниципальную землю. Каждое утро развод перед администрацией. 8.50. Все заинтересованные службы и задачи постановочные. Рынок – значит рынок. Набережная – значит набережная. Что это такое? Ситуация должна быть на ежедневном контроле. Требует глава города. И не только от своих подчиненных. Руководитель центрального рынка тоже должен прислушаться к требованиям городских властей. И в продолжение темы. Многочисленные нарушения, которые во время обхода главы выявлены в городе, стали предметом обсуждения на общегородском планерном совещании в администрации. Прозвучали первые организационные выводы, сделанные по следам вечернего обхода главы Анапы и поручения службам. Кабинеты закрыть, рабочее утро начинать с инструктажа, а затем рейдовые мероприятия. Планерное совещание каждое утро в 8.50 вот здесь. Это будет дисциплинировать. И мы будем видеть, кто вышел на работу, а кто не вышел. И по какой причине? Надо будет увеличивать количество служб, привлекаемых сюда на видимое планерное совещание. Значит, будем увеличивать. И никакого секрета из этого делать не надо. Если даем поручение идти отрабатывать сегодня, допустим, 12-й микрорайон на предмет санитарного состояния, незаконной торговли, выгула животных, парковки на тротуарах автомобилей, обрезки деревьев, которые позаросли, то все это должны знать, куда мы пошли. И я уверен, что и общественники нам помогут в этом направлении. И санкционированная сезонная торговля, как зараза, распространилась по всему городу. Задача для управления муниципального контроля более чем конкретная. Все, что вы наблюдаете на муниципальной земле и не имеет в установленном порядке соответствующих документов оформленных, все вывозится и демонтируется, ликвидируется. На центральном рынке профилактические мероприятия продолжатся. Выявленные многочисленные нарушения не должны остаться без внимания контролирующих органов. И в первую очередь Роспотребнадзора. То, что сегодня за ночь сделали в районе рынка, молодцы. Молодцы. Если бы так всегда работали, я вот осмотрел утром. Вот. За исключением товарного соседства. Там и шашлык жарят на улице, и выпечку продают. Киоск прям на красно-зеленых, первый со стороны Крымской, с правой стороны написано, свежая выпечка. На полу стоит. Навалено все, печенье. Я не знаю, и все это через витрину видно, как люди покупают. Ключевая мысль общегородской планерки – такая торговля, где правят бал антисанитария, наглость и барыжничество, Анапе не нужна. В городе хватает стационарных, цивилизованных объектов. Сегодня я хочу вам сказать, официально заявить. Я даю поручение Людмиле Николаевне, управлению торговли, Светлане Владимировне, ну а соответственно она вам. Больше конкурсов на размещение торговых точек Анапа проводить не будет. Все. Еще раз повторяю. На размещение сезонных торговых точек Анапа проводить не будет. Не нужна нам торговля в таком виде. Есть стационарные объекты, пожалуйста, там лимонад, там мороженое, там условия, там температурный режим, санитарные нормы и так далее, и так далее. Рейдовые мероприятия пройдут в микрорайонах города. Необходимо проверить санитарное состояние улицы дворов, соблюдение графика вывозов мусора. Отдельного внимания требует работа управляющих компаний. Город возвращается к практике, когда платить будут за реальный результат, а не его видимость. Анапский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг принимает участие в конкурсе на звание лучшего. За время работы специалисты МФЦ обслужили уже 400 тысяч граждан. В ноябре прошлого года Анапский многофункциональный центр поменял прописку. Прием граждан проходит в удобном просторном помещении в центре города. Для посетителей МФЦ оборудована большая, удобная и бесплатная парковка. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлены специальные пандусы, тактильная плитка. Внутри здания внимательный администратор подскажет, как лучше подать заявку. Оборудовано 38 окон для предоставления услуг по принципу одного окна для приема граждан. Каждый день здесь обслуживают более тысячи человек. Одной из самых распространенных и последних услуг, которые взвалили на свои плечи Анапский МФЦ, является частичная выдача средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей. Очень большой поток заявителей обращается в основном именно с этой услугой. За последние полгода в Анапском МФЦ было принято более 120 тысяч граждан. Оказано более 35 тысяч услуг. Среднее время ожидания в очереди всего 12 минут. 39 универсальных специалистов МФЦ постоянно проходят обучение. У каждого имеется сертификат. Пока взрослые заняты, дети развлекаются в специально оборудованной детской комнате. Быть лучшим многофункциональным центром – значит быть надежным спутником человека на протяжении всей жизни. Делать процесс получения документов простым, необребенительным и быстрым. Фестиваль радиоуправляемых моделей в этом году вновь объединил юных техников и уже опытных авиамоделистов. 45 пилотов, мастеров в области моделирования съехались в Анапу со всей страны. Всероссийский фестиваль модельного спорта проходит в Анапе уже четвертый год. В этом году приехали участники из Москвы, Самары, Керчи, Майкопа, Ставропольского края и Краснодарского. В глазах детей неподдельный интерес. Этот удивительный вид спорта увлекает. Я пошел на кружок. Сначала начинал со стендовых моделей, потом уже перешел к радиоуправляемым моделям. Недавно, где-то год назад, ездили на соревнования в Майкоп по авиамоделям. Занял второе место. У меня первый самолет был из пенопласта. Я его собирал где-то месяц, потом собрал. Потом на полетах он полетел с первого раза. Я очень обрадовался и очень на нем долго летал. Взрослые пилоты передают свой бесценный опыт юным радиотехникам. Участники представили вниманию зрителей различные модели беспилотников. Некоторые сделаны вручную. Этот реактивный самолет «Бумеранг», развивающий скорость 300 км в час, самолеты с двигателем внутреннего сгорания, электрические самолеты и вертолеты. Я привез два вертолета. Вертолеты Сикорского, нашего соотечественника, к сожалению, эмигрирующего когда-то в Россию. Ну, родоначальником всех вертолетов является, можно сказать, большинство из них. В данный момент полная копия бензинового вертолета «Швейцарь». Копия вертолета префектуры водной полиции Аргентины. Такой вертолет существует в реальности, с таким же окрасом, с таким же действующим. То есть он полностью соответствует оригиналу. Копия масштаба где-то 1 к 4. Вертолет также садится на воду, взлетает с воды. Никто из участников фестиваля не остался без внимания. Станция юных техников для каждого подготовила памятные дипломы и медали. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В среду 5 августа в Анапе Малооблачного возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26-28 градусов. Ночью до 28 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Генеральный партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.